Ха-хахаа Ах, чё, хахахаа Ииии со-ноу всем привет на канале Олег Нестеров в Брест! Анекдот! Ну, приходит Этот, как его, экспедитор, да К Чукче Говорит, так, Чукче, мне сказали Что вы самые лучшие охотники Вообще, хочу поохотиться Тоже мужиком себя почувствовать Чукче, да ну тебя Русские, вы же русские Вообще, тупые, как валенки Блин Че это? Да с вами на охоту нельзя ходить Да, блин, да я медведь Одной правой, как дам и все Ладно, пойдем Пошли Короче, идут Блин, ну тундра Идут, идут, идут Бац, перелога, насыпь такая Чукче подходит, берет ружье Короче, динь-динь-динь Там сволом Пошевелил, медведь просыпается Блин такой Весь, ну представь, разбудили Зверь такой И вылетает Чукче на лыжи, короче Вперед Блин Русские за ним чешут Короче, блин Уже отстает Тоже лыжи Огромные Неудобные Блин Отстает уже Все язык на боку Чукче уже метров Пятьсот от русского бежит Медведь нагоняет Уже, короче, русского Русский берет Топор Разворачивается Херак по башке Короче, медведь Медведь замертво падает Все, короче Убил Чукче подходит К русскому Говорит Ну дебил ты, блин Говорил же С вами на охоту Нельзя ходить Теперь Тащи его до дома Неделю, блин Вот такой анекдот Ну, анекдот такой Скорее всего Для геймеров То есть Это игроки Компьютер, да Кто не знает Кто знает Тут поймет Короче Сатана приходит К Богу И говорит Слушай Блин Забери у меня Одного грешника Ну достал Чего он тебя достал Да, блин Короче Всех черти Перебил Всех там слуг Перебил, блин Сел на мой трон И орет Где здесь Переход На следующий уровень Такой анекдот Ну это скорее всего Не анекдот Это чистая правда Относится она К гаражникам Поэтому и решил Рассказать Ну это я все время Так говорю Раньше была Моя любимая поговорка Блин До уборки Все вещи Аккуратно Лежали на своих местах А после уборки Все вещи Аккуратно Лежат Хрен знает где Прилетают Инопланетяне На пляж Ну парижский пляж Да Лежит Девушка На пляже Прилетает Войныло Короче Выходят Ну там Сделали все С девушкой Повеселились Да там Все что надо Просто дети смотрят Буду так Намек Все Улетели Француженка думает Вот это да Такие чуваки Классные Блин Короче На следующий день Рассказала подругам Уже Пять подруг Приходят на пляж Бас Двенадцать часов Прилетает Два И ныло Снова Опять выходят Всех короче Подруг Тоже повеселились Улетают Блин На следующий день Короче Уже весь пляж Слухи Быстро распространяются Да Весь пляж Девушек Сейчас ждут Двенадцати часов Появляются Две точки Прилетели Выходят Ну и давай Веселиться Со всеми Короче Последняя Лежит Такая Говорит Ой А че у вас Все там такие Да У нас там Такие все Но ныло Есть только У меня И у Гуги По лесу На разборки Значит Едет Кортеж машин Там Пять джипов Да В головном джипе Там Пахан Начит Там бор В законе Ну и Вся шушера Сзади Короче Едет Едут Едут Блин Откуда они Возьмись Короче Бабка С корзинкой За грибами Видать Ходила На дорогу Вылетают Первый джип Короче По тормозам Сзади У него Второй джип Перелетает Через него Бабка За джипом Короче Третий Падает Там сзади Четвертый джип Летит Короче В эту бабку Бабка Перелетает Через машину Блин Взрыв Короче Грохот Двери Отлетают Бампера Все взрывается Но один Новый русский От взрыва Отлетел И лежит Там Короче На сопке Такой Смотрит На эту Всю картину Горит Ну Сука Бабка Блин Ну Умерла Сволочь Красивая Жена С кухни Кричит Милый Шо тебе Сегодня На ужин Приготовить Устрицы В нормандском Соусе Ну Пельмени Так Пельмени Ну Они тут Тоже Старые Ну Смешные Сидит Мужик Короче В ресторане Сидит Голову Опустил Плохо Ему Вообще Весь Убитый Горем Где-то В прострации Да В ресторанчике И перед Нем Стопка Водки Налитая Сидит И тут Такой Короче Наглый Такой Парень Наш Проходит Ну Видит Мужик Там Вообще Не Отдубляет Проходит Перед Стопку Выпил Он Он Так Смотрит На Него Эх Что За Жизнь Дача Сгорела Дом Обокрали Машину Разбил Жена Ушла Отравиться Хотел И то Какая-то Сука Мой Яд Выпила Ну Включите Немножко Так Образное Мышление Анекдот Конечно Немножко Старый Но Все Анекдоты Старые Исключительно Все Ситуации Всегда Одинаковые Народ Придумывает Анекдоты Даже Если он Новый То Такой Анекдот Все равно Уже Был Такая Ситуация Была Просто Она Немножко По-другому И Время Другое Рассказывается Ну Анекдот Такой Стоит Гаишник Доблестный Гаишник На Посту Стоит Груша Калачит Короче Все Скучно Ему Блин Ти 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 Слышит Резина Шумит И так Громко А так Быстро Едет Кто-то Блин Смотрит Летит Блин Феррари Выскакивает Короче Тормозит Блин Оттуда Оттуда Баба Вылазит Ну Не Вылазит Сидит Ну Он Ей Так Лейтенант Патренко Предъявите Пожалуйста Ваши Документы Вот Пожалуйста Так Девушка А извините Откуда У вас Так Дорогая Машина Ой Не знаю Сейчас Спрошу Берет По телефону Алло Нурик У меня Вот тут Остановили На посту Да Спрашивают Откуда У меня Такая Дорогая Машина Чего Муж Подарил Муж Подарил Муж Подарил Гаишник Стоит Весь Такой Ладно Короче Езжай Ну все Там В порядке Все Чики-пуки С документами Уехала Следующий День Наступает Опять Тут Ходит Настроения Нету Ходит Туда Сюда Опять Слышит Шум Блин Летит Машина Тих Останавливает Там Короче Роллс Ройс Такой Весь Намороченный Вообще Блин Та же баба За рулем Говорит Охренеть Блин Я тут Стою Блин Столько Столько Не зарабатываю Ну-ка Дайте мне Свои документы Подает Блин Ее машина Жилаки Уже трясутся Зависть Превод Блин Жаба Душит Блин Девушка Откуда У вас Такая Дорогая Машина Сейчас Спрошу Алло Нурик Здравствуй Дорогой Тут Снова Да На этом Посту Меня Тормознуло Да Точно Лейтенант Патренко Да Спрашивает Откуда Машина Любовник Подарил А Хорошо Любовник Подарил Все хорошо С документами Не доколоться Машина Ну Нету Поломок Ничего Ладно Уехала День Третий Наступил Гайщик Стоит У него Уже Не то Что настроение Плохое Он Вообще Жизнь Не рад Жизнь Не удалась Вообще Стоит Как чмо Там Желбаки Вот так Все Плохо Ему Опять Шум колес Тормозит У него Уже На шу Палку Блин Всю Вот эту Согнул Все Сломал Все А настроение У него Никакое Блин Опять Эта Девка Блин Ну Давай Документы Мне Та Такая Ну Ладно Читает Все Нормально Говорит Так Откуда Это У тебя Машина Сейчас Позвоню Алло Нурик Ты только Выхватывай У ней Трубку Ну-ка Отдай Сюда Слышь Ты Нурик Блин Тут Тебе Уже Налоговая По себе Плачет Блин Тюрьма По тебе Скучает А С трубки С конца Для кого Нурик А для Кого Нарсултан Назарбаев Такая Нигня Там попал Чувак Блин Ну На самом Деле Это не Анекдот Но Хотелось Бы Рассказать Вот Многие Люди Пишут Что там Ай Не смешно Вы как Клоун Да Ну Мне искренне Жаль Этих Людей Просто У них Отсутствует Чувство Юмора Ну То есть И в нашем Социуме Сейчас Вообще В нашей Жизни Сейчас Тяжело Вообще Жить Без Юмора Ну Это Бедные Люди Остается Только Им Посочувствовать Ну Не в том Дело История Была Такая Вот У нас Женщина Одна Была Не Не было Юмора И Было Так Ну У нас Был Конкурс На Лучший Анекдот Да И я В то Время Рассказал Такой Анекдот Ну Это Старый Древний Анекдот Классическая История Муж Возвращается Домой Ну Смотрит Что-то Не то Говорит Жена Блин Кто у тебя Злой Такой Кто у тебя Никого Милый Ну Клой Наш Шафонер Открывает Никого Диван Никого За шторами Никого Туалет Никого Заначал Успокаиваться Вон Открывает А мужик Под душем Короче Полощется Такой Здоровенный Мужик Ну И говорит ему Ну Че Нашел Тут Нет На балконе Еще не смотрел Вот Такой Анекдот Ну Я Вот это Все Рассказал Да И тут Все смеются А она Задумчивая Очень Задумчивая Да И спрашивает Меня Ну А он То Че Вот Тут Как раз Все И Выпали Понимаете Ну Человека Наглухо Отсутствует Чувство Юмора Такой вопрос Задать Смеяли Уже Забыли Анекдот Че Я там Рассказывал А смеялись Именно Вот А он Че Да Ну С черным Юмором Я вообще Тут Вот тоже Она Ну Этот Человек Я тут Я тут Там Рука Короче Перевернулась И вниз Полетела Короче Головой Когда Саб Седьмой этаж Голова Отлетела Блин Напрочь Короче Там Рука На четвертом Короче Бабка Еле Долетела До низу Там Все Все Осталось Шмяк Вдребезги Кишки По всему Дому Мед Стоит В шоке А ты Че Девочка Плачешь А я Не видела Такой Анекдот Все Ухахатывались Ну он Черный Правда Да А та Чуть ли Не плакала Ей стало Жалко Бабушку Понимаете Люди С плохим Чувством Юмора Не разделяют Даже Вот черный Юмор Они не Разделяют Что Как бы Это все Таки Анекдот Понимаете И Основная Цель Смеха Здесь Не бабушка Которая Разбилась А девочка Которая Очень Жестокая Которая Пропустила Весь Вот этот Вот Ну и Наши люди Как вы Знаете Да Вот Заметьте Когда Авария Да Всем же Надо Поглазеть Кто там Бампер Разбил Кто там Стекло Да Сразу Кучка Народу Собирается Там Им Взад Еще Въедут Да Там Еще Одни Смотрят Была В Новочеркасске Такая История Кто С Новочеркасск Тот Наверное Знает Там Есть Такая Триумфальная Арка Которая Вниз Спускается От храма Когда Едешь Тоже Наблюдал Картину Я на Газельке Еду Сам Чуть Не Вляпался Тоже Любопытный Ну Короче История Такая Там Свадьба Все Очень красивая Была свадьба Может кто Помнит Эту историю Кто Новочеркасск Цветов Очень Красиво Не Заглядеться Просто Нельзя Да Ну И Едем Ну И такие Же Как Я Есть Блин Да Тот Пока А А А Зади Еще Такой Короче Восемь Машин Друг Дружку Вляпалась Блин Все Смотрели Это Было Вообще Пипец Встречаются Два Одессита Короче Говорит Ой А не подскажете Где вы Такой Красивый Костюм Пошили Туда В Париже В Париже А где Это Ай Две Тысячи Километров От Одессы Ничего Себе Такая Глухомань А так Хорошо Шьют Такой Анекдот Ну Анекдот Такой Умирает Дедуля Дедуля Короче Приколист Такой Вообще По жизни Был Да Ну И тут Умирает Видать Думал Как Какой Прикол Сделать Да Ну Представьте Дед Умирает Все Прочитали Завещание Ну И В завещании Еще Обращение К сыну Говорит Вот Сын Помнишь Ты Меня Все Время Доставал Своим Долбаным Магнитофоном Говорит Вот У меня Такое Желание Когда Я Умру Похоронная Процессия Пойдет Ты Возьми Самый Мощный Магнитофон Вот Эту Кассету Включишь На Полную Громкость Если Ты Этого Не Сделаешь Наследство Ты Не Получаешь Дорогой Ну Че Делать Там Батки Нехилые Корячатся Блин Ну Ладно Так И Сделал Нашел Самый Большой Магнитофон Короче Как Негры Раньше Ходили Знаете Ну Все Вышли С автобуса Гроб Взяли Понесли Ну И Сын Включает Магнитофон Оттуда На всю Улицу Представьте Похоронная Процессия Да Оттуда Музыка Районы Кварталы Жилые Массивы Я Ухожу Ухожу Красиво Красивый А не Смешно Идет Наркоман Короче По улице И за собой Веревку Тащит И дело Оно Хреново Вообще Не Отдупляет И Веревку За собой Тащит Навстречу Мужик Идет Говорит Блин Ты че Больной Че ты за собой Веревку Тащишь Слышь ты Дядя Больной Наверное Ты Как я Впереди Себя Толкать Буду Короче Салам Отдыхает Лев Львица Лежат Балдеют На солнышке Хорошо Только покушали Болтают Ни о чем Херек Короче Заяц Подбегает Льву Короче Дынь Дынь По морде Два раза Тыкнул Блин И убежал Ну Лев Короче Блин Массу На плюс Блин Короче Очерчал Сильно Лев Львица Лежит Левая Что за фигня Я вообще Не понимаю Ты же царь Зверей Как ты Блин Позволяешь Зайцу Такое творить Лев Лев Бежит Да ладно Блин Блин Как мог Такой немножко Прикол Дружок Мне рассказывал Но Чем-то Сдаялся мне Что это не дружок Потому что Я ее раз пять Слышал От разных людей Эту историю Короче Ну буду от его И меня От первого лица Да Говорит Мама у меня раз Отошгла Вообще Мама у меня такая Человек с юмором Вообще Веселый Как я Теолеша Примерно Чуть Не так Ну короче Сидим на кухне Пьем чай Звонок По телефону Ну Из разговора Понятно было Что это Звонят Вот эти вот Мошенники Телефонные Да С того конца Мама Грумкую связь Ключила С того конца Мама Мама Чего сыночка Мама Я человека Сбил Мама Да Собразила Одна сразу Такая Ну и че Дебил Там стоишь Мочи свидетелей И сваливай Оттуда Вон нахер На другом конце Кто-то Чем-то Подобился То вообще Пипец Сейчас сидят В баре Молодой человек С девушкой Ну водочку Попивают Тут скучно стало Ну и Молодой человек Официант Пиво Официант подходит Как пиво После водки Эй Дурачок Не после водки А перед шампанки Короче Магазин Продавец Покупатель Продавец Уже весь на нервах Блин Покупатель Занудный Такой Продавец Уже не вытерпел Говорит Блин Я уже тут Двадцать пять Минут С вами Разговариваю Наконец-то Я узнал вас Ты тут так Подумал Говорит Ну и Кто же я Да вы Как раз Тот человек Из-за которого В институтах Пишут Что не совать Гениталии В работающий Пылесос Похоронная Процессия Идет Колонна Ну и Позади колонны Чопает Грустный Унылый Мужичок Жену Хоронит Ну и Подбегает К нему Со стороны Человек Говорит Блин Колян Здорово Сто лет Тебя не видел Как дела Вообще Да вот Женю Хороню Говорит Ха Ты че Женился Поздравляю Такой Анекдот Обеденный Стол Сидит Семья Маленький Сыночек Отец И Жена Отец Говорит Сыну Кушай давай А то писька Не вырастет Жена Чему Ребянка Учишь Сам бы Лучше Ел Ха 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 Короче Блин Летит Самолет Летит Короче Там Куча Парашютистов И два Инструктора Один Говорит Волнуются Хлопцы Да Не Вроде Б Спокойно Все Не видно По лицу А воздух Женщина Такая Жена Нового Русского Приходит В бутик Такой Крутой Вообще Кошелек Купить Говорит А вот это Что у вас За кошелечек Ну Это Кошелечек Из Крокодиловой Кожи Говорит А Сколько Стоит 3000 Евро Ну Нормально А что Они Симпатичненькие А вот Это Что За Кошелек Ну Тоже Из Крокодиловой Кожи Ну А он Почем 5000 Евро А что Такая разница Они Практически Одинаковые Ну Вот Этот За 3000 Он Из Брюшка Крокодила А Вот Этот Вот Ну Кожи Крокодила А вот Этот А этот Из кожи Члена Крокодила Ну А разница Причем Тут Какая Ну Если вы Погладите Нежно Этот Кошелек Он Станет Огромным Чемоданом Очень Удобного Ну Анекдот На самом деле Тоже С бородой Старенький Такой Ну Представьте Ну Это 90-е Годы Да Идет Мальчик Сын Нового Русского Короче Такого Бандюгана Идет С музыкальной Школы Со скрипочкой В такой Вальчочках Тут Три Пацана Короче К нему Подходят Бандюганы Такие Говорят Ты Блин Че у тебя там В футляре Тут Скрипочка Ну Ка Открывай Быстро Давай сюда Тот Открывает Автомат Короче Калашникова Выпадает Тут Такие Фу Это Что Такое А пацан Хохочет Не может Говорят А ты Че Ржешь Я Представляю С чем Мой папаня Поехал На стрелку Как он Там Будет Выкручиваться С моей Скрипочкой Представьте Картина Женщина Баба Короче Так Говорят Засряла Короче Жопой В унитазе Засряла Конкретно Так Ни туда Ни сюда Ни вытащить Муж Приходит Думает Блин Че делать Не знаю Блин Короче И так Ее дергал И так Муж Щуплый Худой Блин Не получается Короче Никак Че только Не делал Ну ладно Че блин Делать Давай МЧС Вызывай Звонит Алло МЧС Да Спасите Помогите Жена Попой В унитазе Застряла Не могу Ни туда Ни сюда Ни вытащить Никак Ладно Жить и едем Блин Мы сейчас Приедем Такая Срамотень Жена Сидит Голая Че делать Блин Аню Шапка Сомбрера Была С отпуска Привез Такая Сомбрера Здоровенная Он Ей на коленке Короче Прикрыл Передок Все Культурно Жена Сидит Ждет МЧС Приезжает МЧС Блин Заходят В МЧС В туалет Да Прикиньте Картина Масла Жена Сидит На очке Это Сомбрера Этот Сидит Да Ну ладно Бабу то допустим Мы вытащим Ну вы пшеканше По моему Пипец Ну анекдот Такой Короче Едет Поезд Внизу Бабуля Спит Рядом Внизу Спит Такой Хлоптиц Хлоптиц Здоровый И Наверху Такой Парень С юмором Наверху Ему Скучно Стало Эдому Парню С юмором Лежит Думаю Че Развлечься Берет Такой Набрал Полный Рост С ней Короче Этому Прям Налабешник Блин Здоровому Тот Просыпается Кто На Харьков Бабуля Такая Я На Харьков Сыночка Как Дел Бабуля Короче Та Припечатала На стеночке Сидит Ужасе Короче Этот Ржал Тому Сирикольно Смешно Да Идиот Вообще Еще Слюней Набирает Тут Опять Кто На Харьков Бабуля Я Сыночка На Харьков На Блин Короче Опять К стенке Блин Короче Ну Вообще Тот Ухахатывается Ему Прикольно Блин Берет Опять Тот Кто На Харьков Бабуля Ой Сыночки Я До Ростова А там Пешком Дойду Мальчик Давай Купим Котенка Умоляет Девочка Мама Говорит Доченька Ты же Не знаешь У меня Такая Жуткая Аллергия На мех Жботных Папа Сидит Думает Странно На кошек У ней Аллергия А на норковую Шубу Нету Ну И еще Такой Анекдотик Староватенький Правда Ну Представьте Армия Да Приезжает Генерал Все Покрасили Всю Траву Все Ракеты Покрасили Ну А солдат Красил Короче И На ракете Ведро Оставил С краской Ну Генерал Короче Заходит Так Ну Вижу Да Все Порядок Все Молодцы Молодцы Так Это Что Вот Это У вас Товарищ Генерал Так Это Ракета Я Вижу Что Это Ракета А Вот Там На Ракете Что Так Так Товарищ Генерал Это Же Новый И Он На Уловитель Не Дурак Чай Вижу Что Это Новый Ион Уловитель Почему Вы Его Не Покрасили Ну Анекдот Такой Представьте Значит Лес Идет Муромец С Буданища Плохо Ему Ну Идет Идет По лесу Смотрит Баба Ега Сидит На пеньке Без Зубов Короче Бланш Вот Такой Говорит Блин Ега Кто Тебя Обидел Ой Да Илюшенька Никто Иди Иди Себе С Богом Все Хорошо Никто Меня Не Обижал Ну Смотри Старая А то я бы Помог Разобрался Чешо Ну Пошел Дальше Идет Идет Смотрит Леший Короче Сидит Рука Сломана Весь Забинтован И Встонет Говорит Блин Что такое Что с тобой Леший Дорогой Иди Илюшенька Иди Все хорошо Ничего Упал С дерева Ну Ладно Дальше Идет Смотрит Соловей Разбойник Короче Весь Без зубов Нос Разбитый Ухо Порвано Серги Нету Уже Пальцы Переломаны Что с тобой Соловушка Ай Илюшенька Ничего Все хорошо Давай Разберусь Кто тебя Обидел Никто Меня Не обижал Все Хорошо Ну Идет Дальше Ну Взял Пузырек Идет Обратно Блин Смотрит Там Что-то Они Все Собрались Шушукаются Думает Блин Подслушай Что Они Там Говорят Так Закрадывается И Слышит Краем Уха Ну Там Они Между Собой Общаются Говорят Вот Илюшенька Вот Золотой Человек Трезвый Ну Пьяный Же Блин То Не так Летишь То Не так Свестишь Короче Представьте Такую Картину Трое Русских Лыжников Едут На соревнования Мировые Да Ну И так Получилось Что Пока Там Колдырили Пока То Сё Блин Отстали От Поезда Блин Чё Делать На Самолет Билетов Нету На машине Тоже Долго Ну Добрались Они Кое-как До нужного Местоназначения В гостиницу Приходят Там Все места Заняты Подходят На ресепшн Говорят Блин Нам 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 Надо Переночевать Три места Говорят Не Извините Мест Вообще Нету У нас Тут Одни Спортсмены Завтра Соревнования Так Мы Тоже Спортсмены Ни разу Не волнует Имел Три метров Думай Хоть Свою Баб Вот Сделай Так Чтоб Я Понимал Баб Рыбка Такая Посмотрела На него Автобам Там Какой Четыре Или Шесть Полос Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует